второй бой поединка между патроносом и номером 13 за версию играет патронов за данных посмотрите играет 13 берет он 8 копий очень интересный состав ну как не пообратить внимание а вон что мы видим понятно перекрывает всю линию дабы не дать ни кавалерии никому бы то ни было окружить себя вот она эта тактика когда данные не позволяют окружить себя и не дать себя расстрелять да взял патронов у нас трехпрашника фигда не знаю для чего берутся прачники вообще против данных четыре луча то есть всего 7 стрелков 4 топора да правильно взято 6 кавалерий королевские конники взяты конники в количестве конники в количестве четырех мерсийские и королевские конники в количестве двух одну лучку вкачанные очень правильный выбор тены 2 тена по центру и не знаете так смотрю патрону что делать пока не видит он вариантов против таких вот растянутых данных я играл когда-то данными тоже на турнире против балара и тоже использовал вот этот вот растянутый строй но состав мне был совершенно другой тогда в том бою мне просто-напросто повезло не более того и и здесь у нас войны с большими топорами топорники хирда 2 война с большими топорами геномичный 3 берсерка такой жуткий прям состав на него смотришь уже оторок берет войны с большими топорами 2 3 топорника хирда 2 застрела и 8 копий в передней линии которые перекрывают вообще практически все поле посмотрите но все в рамках правил здесь и давят даны давайте-ка посмотрим со стороны данных этот бой очень интересно мне уже неоднократно говорил любви этих ребят и здесь позволяет навязать патрон сбой но заходит кава на левом фланге данных окружает не знаю насколько это сработает и посмотрите как интересно как фактически данный посмотрите очень интересно мне тем что данный фактически окружают противника очень здорово протянул здесь патронов с кавалерией вот протянул все-таки дал он застрельщик когда отстреляться дал нет ну-ка давайте посмотрим да стреляют они пилу накидают и поздно уже двумя отрядами въезжать одним застрелом а здесь уже три освободилась все уже до обстреливает он конечно со спины и воина с большими топорами но и воина то можно отстрелять а вот топорник от хирда шибко ты не отстреляет и очень грамотно сейчас выводит своих копейщиков здесь 13 но правый фланг посмотрите постепенно постепенно вот он заворачивает свой правый фланг с тем чтобы по факту уже как бы окружить вот это все дело да здесь маленько центр у него частично запоздал но ну как запоздал шел он по плану поэтому здесь сейчас все это дело захлопнется и это кавалерия она за этих копейщиков не сможет конечно пройти хотя тут уже надо понимать что терять то нечего и уже надо чарджет идут в стене топоров до топорники хирда бегут сами по себе и давит и давит не дает стрелять да это главная особенность заданов не давать стрелять сопернику а берсерки топоры зарешают все до чего дотянутся и посмотрите целый правый фланг стоит у 13 то есть это фактически как резерв который можно использовать в любой момент да чарджет здесь топорников хирда королевскими конниками и сейчас дотянется до генерала ну-ка 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 вот это интересно здорово тут конечно не до контроль у данных но может быть стоило все-таки не конниками прочаржить а королевскими конниками и тогда эффекта наверно было бы больше посмотрите въехал ну и что 12 убил а отряд то сейчас сольется сейчас а эти товарищи то махом все зарешают уже зарешали здесь у нас что берсерк и берсерк 2 берсерка на них виснут 4 отряда отводит кого бросается снова будет чарджить этих берсерков но застрелы новые не застрелы стрелки бедолаги бегают и выстрелить не могут вот здесь мы посмотрим сами после боя статистику что же там случилось и копейщиками своими останавливает топоров грамотно как действует 13 чтобы берсерки успели догнать и копейщики эти крестьяне новобранцы успели эти отборных топорников догнать да стреляет да здесь кого чарджет но несут несут потери мерсийцы эти потери будут в пехоте я думаю для них критичными здесь топорники хирода дотягиваются до королевских конников в совокупности с генералом не так что просадили генерала да все-таки королевскими конниками наверно был смысл про чарджить свиту военачальника в спину тогда эффект был бы больше и подтягиваются резервы посмотрите даннов копейщики идут одни и вторые застрелы на стрелы сейчас зарешают остатки этой конницы ну-ка вот это очень интересно да стреляют они и все хана отряду посмотрите один залп и посыпали хами до выстреливает копия патронов но делать уже здесь до дотянулись данные зарешали все что только можно было ну что ж отличная тактика которая приносит свои плоды копейщики здесь бегут и не важно до кого не дотянутся до прашников до кавалерии или до отборных лучников не суть важно это уже здесь даже еще генерал королевская свита но против вот этих даже остатков юнитов ему не выстоять тем более что здесь войны с большими топорами целых 120 бегут и бегут вот это интересно будет как они добегут ли они пытаются спасти патрону свою королевскую свиту пытается убежать он от них но догоняют его топорники с войны с большими топорами скорость 38 здесь скорость 30 конечно не догонят стреляет он и грамотно стреляет но не менее грамотно действует тринадцатый своими копейщиками он опять гонит стрелков мексийских и не дает им расстреливать ни своих топоров никого бы то ни было вот эти вот товарищи куда-то побежали непонятно но не суть важно да и посмотрите интересная картина складывается на поле боя у нас в том плане что обычно дома так вот растягивают да а здесь данный посмотрите растянули и понимает это уже патронус перестает он отходить уже своими стрелками до войны с большими топорами людоеды добежали и все эти залпы лучников они уже ничего не решают здесь ну чтож отличная победа да все в поединке 11 ну и давайте глянем что там у нас с мерсийскими 21 40 27 38 20 23 42 ну да прашники то успели за счет скорострельности что-то настрелять вот лучники 40 38 еще мало мало да вот они королевские конники попали они под залп вот они вот эти 192 на если бы второй так сыграл возможно поединок бы повернулся по-другому возможно хотя после патча до данной вообще без генерал ошибка не бегут но здесь задавал сумму 122 192 простецкий самый дешевый топор данных нарубил больше чем все остальные отряды да в целом каждый отряд вроде бы немного но он 40 33 это кава в основном здесь топорники свое дело сделали да пусть по 38 по 130 по 109 берсерки замечательный бой гудгейм спасибо за внимание